Бульдозерная выставка Холл со двумя скрипками втоптан в осеннюю листву. Вот что на такой картине антисоветского? Этим вопросом художник Сергей Бардачев задается до сих пор. Он рассматривает тетради КГБ. Сейчас экспонаты галереи Беляева тогда памятки для сотрудников комитета, чтобы знать неблагонадежных граждан в лицо. Товарищ Бардачев абстракционист Александр Меламит устраивает на квартирах действо. Позднее их назовут перформансами. Художники и не подозревали, они были буквально под колпаком. Бульдозер вот этот, по-моему, насколько я помню. Да вот, где вот Оскар попал под ножны, под отвал. Чуть его не придавило. А что водитель думал в этот момент? Я смотрю на него, он на меня, я его так мотаю, что делаешь там, что-то вот как-то так. У меня слов-то не было уже ничего сказать. Художники, которые въехали в мир большого искусства на бульдозерах. Выставка, которая не продлилась и минуты, прогремела на всю планету. Оскар Рабин, главный идейный вдохновитель экспозиции, был на допросе и поначалу не знал, что стал суперзвездой. Советы давят искусство бульдозерами. Примерно такие заголовки на первых полосах иностранных газет. Самые первые художники, которые пришли на выставку, принесли свои картины вот сюда. Это лесополоса недалеко от профсоюзной улицы. Почти сразу же появились некие люди в штатском и начали оттеснять художников к пустырю. Началось противостояние искусства и машины. Художник Виталий Комар – основоположник соцарта. Название от уорхловского поп-арта – только объекта стромной рекламы, советская пропаганда. Он говорит, в 70-х можно было выставлять свои работы только на квартирниках. Страстно хотелось найти своего зрителя. Но художник не думал, что первый зритель окажется таким. Он меня, значит, мордой в грязь. Я из грязи смотрю ему, и он ногой наступил, автопортрет был на Арголите, ногой наступил и хочет его сломать. И я говорю, ты что, говорю, это шедевр. И вот наши глаза, в этот момент встретился, и возник какой-то совершенно другой неофициальный контакт. Может быть, он слышал в школе, что такое, шедевр и так далее. И он не сломал. Картины грузили на самосвалы или просто сжигали. До сих пор неясно, кто это был. Обычные рабочие, КГБ, милиция. Александр Михайлов в те годы только начинал служить на Лубянке. Он говорит, ненависти к художникам в комитете и лично у него не было. Когда мы на эти все смотрели, ну, вот, современным словом, можно сказать, прикольно, да, интересно, да. Но мы же понимали, что это для меня прикольно, а для мэтра, народного художника СССР, совсем не прикольно. Это, можно сказать, вызов всему социалистическому реализму. Это плевок в сторону нашего славного советского народа. Михайлов говорит, именно в КГБ выставку никогда бы разгонять не стали. Бульдозеры и водометы – инициатива местного партийного руководства. И последствия этого всего Михайлов и коллеги пытались исправить годами. По нашему предложению создали секцию живописи и группами художников-графиков. По нашему предложению было выделено им помещение. Это все снижение напряжения. Устранение очага социального возбуждения, как мы говорили. Не можешь победить – возглавь. И теперь каждый неформал был на виду. Легальные выставки и разрешение на самовыражение. После 1974 года начало происходить два параллельных процесса. Первый процесс – это, соответственно, такой вот прогресс. От пустыря до, соответственно, своего помещения. А второй процесс – это миграция. Огромное количество художников покидает Советский Союз. Владимир Сычев в 80-х был самым печатаемым фотографом в мире. Горячие точки или портреты Ивсен Лорана и Романа Полански – для него бульдозерная выставка действительно стала отправной точкой. Вот только за границу. Несмотря на послабление и дальнейшую легализацию неофициального искусства, в кабинетах художникам и фотографам настойчиво предлагали уехать. Я волей судьбы сегодня последний, живущий, который сидел за бульдозерной выставкой. Оно было выступление не против, а за. За то, чтобы легализовали художников. Оно не было ни против системы, там не было никаких лозунгов. Понимаете? Поэтому, конечно, никто не был к этому готов. Сегодня картины Оскара Рабина, Виталия Комара и Александра Меламида, Владимира Немухина и Лидии Мастерковой висят в галереях Москвы, в Третьяковской галерее и на выставках по всему миру. Да и бульдозеры прославились, чего уж говорить. Вот один остановил свой ход на Крымском валу. Современные российские художники разрисовали его цветными мелками. И затихшая машина словно сама превратилась в символ свободы творчества. Неожиданно в зал принесли несколько полотен. Вот что рассказал Никита Сергеевич по поводу этих картин. Вообще шедевр изобразительного искусства. Скажите, что здесь изображено? И это название называется картина. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Как это был». Итак, 1962 год. Выставка в Манеже. Именно тогда Никита Сергеевич Хрущев дал четкую характеристику художникам-абстракционистам и их творчеству. Особенно удалось высказывание о картине товарища Жутовского, где, по его мнению, вместо лица была изображена совершенно противоположная часть тела. По советским традициям, мнение первого лица государства немедленно было принято соответствующими органами, как руководство к действию. И с тех пор авангардистов никто не видел. Никто не видел пока 24 художника-авангардиста в условиях, приближенных к боевым, не бросились под бульдозеры, пытаясь отстоять право на жизнь для своего неправильного искусства. Сегодня мы вспоминаем 1974 год. Я хочу пригласить в студию нескольких участников тех событий. А именно Татьяну Левицкую, Сергея Бордачева и Боруха, то есть Бориса Аркадьевича Штенберга. Прошу вас в студию. Здравствуйте. И как вы нашли друг друга вот 24 художника-авангардиста? А называли мы тогда себя авангардистами? Я что-то не знаю. Трудно сказать. Вообще был такой художник, он и сейчас живет в Париже, Аскар Аграбин. Он несколько старше нас. Это Леонозовская школа. И его отец его жены художник, очень известный, Евгений Леонидович Капивницкий, и Ольга Потаповна, мать, тоже художники. И так я была в Леонозово, они жили в бараке. И мы там собирались довольно часто. Потом Арабин переехал на Черкизовской, по-моему, где-то, Преображенской площади. Да, там. Собирались однажды, решили, что оно все запрещено в этой стране. Абсолютно все. Но фиалки дюхать не запретили же. Поэтому мы решили выставить свои картины просто на пустыре. Это была чья-то идея одного человека? Я думаю, что это носилось в воздухе. В общем, насколько я помню, это Комар с Меламидом, они сейчас в Америке живут, предложили эту идею. Арабин обзвонил сразу всех, всех собрал. И предложил, сказал, что, ребят, вот, давайте попробуем. Ну, что они сделают нам? Это же мы не хулиганы, это не уголовное дело. Просто выйдем, скажи, с картиной и будем показывать всем, кто хочет. Нашли пустырь Беляева там. В принципе, не хотелось никакого скандала. Хотелось просто найти место, где можно показать картины, и все. Куда можно было пригласить своих друзей, ну, журналистов, которые всегда очень интересовались этим, ну, нашим искусством. И это место должно быть свободным, абсолютно. Поэтому мы нашли пустырь. Никакого ажиотажа мы не хотели. Да, мы никто не ожидал. Вообще ничего не хотели. Ни бульдозеров, ни милиции. Мы хотели просто, чтобы люди увидели. Мы продавали свои картины, их видел какой-то определенный, очень узкий круг людей, коллекционеров, которые интересовались. Но показать всем, этот художник не может жить на необитаемом острове. Показать, что мы делаем. Кстати, да, простите, а вот действительно, на что вы жили в то время? Ведь картины не покупались, да? Вы продавали их. Как раз покупались. Все-таки тогда, в то время вы уже продавались картины. Но это было на грани... Фолла, что называется. Могли в любой момент прикрыть это. Стало быть, вас пасли, да? Конечно. Комитетчики. Естественно. Естественно. И все были... Каждого. Постоянно. Просто удивительно, сколько было народу. Вот так. У каждого были... Например, какие-то примеры можете привести конкретные? Что это было? Как это было? Просто могу сказать, однажды какие-то приехали к нам американцы, смотрели картины, мы их расставили всех. Это уже даже второй или третий раз звонок, и вошло человек пять или шесть из комитета, значит. И стали говорить, что художники не имеют права продавать картины, потому что они не платят налоги. Но дело в том, что мы еще не продавали картины, мы их только показывали. И мама, так как отец очень долго сидел, и мама его ждала, то она устроила скандал. Нет, нервы не выдержали. Не выдержали нервы, что вот муж сидел, теперь детей ходите посадите. Ну, в общем, они убрались, эти голубчики. Но там был один американский журналист, который всегда ходил с магнитофоном, маленьким таким. И он записал, и потом выпустил статью в Вашингтон-Посте о налете, просто наглом налете на русского художника. Танечка, а у вас что было связано с комитетом? Ну, то же самое. Она моя жена. Это ваша жена? Да. Конечно, 30 лет уже. Вот видите как. Все, что было связано со мной, она... Так сказать, мы занимались вместе. У вас есть дети? Есть дети. Это взрослые дети? Взрослые дети, да. Тогда они были все маленькие, как я понимаю. Когда был этот налет, еще их не было. Да, тогда еще не было. Тогда не было. Но к выставке, к моменту выставки, там... Когда была предложена выставка, они уже были. Да, они уже у вас были, это двойняшки. Двойняшки, да, по году. И они были совсем... Маленькие, им был годик. Совсем маленький, да, годик. Стало быть, но был какой-то в то время вот художник, я имею в виду вот авангардист, не наш. Которого, в принципе, любили почти все вы. Сходились вот в одном мнении. Был такой художник? Я думаю, что к Пикассо все с огромным уважением. Все, всегда. Да, но он гениальный рисователь. Я учился у Пикассо. Да. Я вообще, так сказать... Нет, нет, он оказал огромное влияние на всю живопись. Но мы-то знали уже и Малевича, и Кандинского, и русских художников. Пикассо, конечно, глыба он стоит отдельно. Но, допустим, все современное западное искусство вышло из нашего. Сергей Михайлович, простите, вы учились непосредственно у Пикассо? Нет, конечно. Картины, естественно. Да. Ван Гог мне очень нравился. Я не вылезал из Пушкинского музея, имени Пушкина, я имею в виду изобразительного искусства. Я там работал иногда, думал, размышлял. Искал абстракцию. Но я был одиночка как бы. Не знаю, я все-таки до... даже не продавал картины. Вообще до 75-го года. Мне даже как-то в голову не приходило почему-то, понимаете. Потом, когда я уже участвовал в Измайловской выставке, в этой бульдозерной, меня сразу заметили, стали приобретать. А так я, в общем-то, не задумался над этим вопросом. Но уныние было, постоянное уныние. Было вот в том, что никак не удается... Я не хочу менять, не хотел менять свою жизнь. Мне нравилось рисовать произведение своей картины абстрактного направления. А вот такой еще вопрос. Поточнее, что ли. Это не озлобило ваши души в то время? Это очень опасная вещь. Все время находиться, да, в невостребовании. Нет, я не задумался над этим вопросом. Нет, да? Я почему об этом спрашиваю? У меня есть друг, может быть, вы его знаете. Это Михаил Кулаков, который живет в Риме. Знаю. Знаете, конечно, его, да? Да, да, да. Он живет в Риме уже много лет. Он бы один из первых эмигрантов. Совершенно верно. И я с ним дружил. Он очень был близок мне. И однажды мы вышли из его небольшой квартирки в Сокольниках. Отлучились на час. И когда вошли, я не верил, он все время рассказывал, что за ним следят, что его пугают, что ему угрожают. Постоянно. Он был очень вздневлен. Он ходил на грани очень сильного эмоционального срыва. Он был близок к отчаянию. И я как-то не верил, я не мог понять, его намного моложе тогда, неужели это так? И однажды мы отлучились буквально на час из его квартиры. Вошли, и он говорит, смотри. И мы увидели грязные следы с глины по всей квартире. Специально оставлено. Да, наверное. Это было жуткое зрелище. Я впервые это видел. Вот. Это так. Это было так. Это такая система инквизиции была такая. Да. Вас тоже давили со всех сторон, но я сейчас даже уже трудно вспомнить. Я просто помню, что действительно все время мучили, там куда-то что-то все время вызывали, на какие-то разговоры, хотели все что-то как-то запугать. Все как-то вот ждали, что человек испугается и скажет, что ладно, я буду делать, что вы хотите. Ну, как-то я не знаю. Видимо, действительно это именно действовали на нервы. На нервы действовали все-таки, действительно. Чего не сглазить, в то время мы были абсолютно свободны. Да, да. Плевать нам было на это власть, честно. Ну, в то же время, Борис, конечно, все-таки. Не знаю, я чувствую. Это неинтересно, это бездарно. А мы занимались своим делом. КОНЕЦ КОНЕЦ И я хочу пригласить в студию самого крупного коллекционера в России, Леонида Талочкина. АПЛОДИС Леонид Прохорович, вы, насколько мне известно, владеете самой крупной коллекцией в России. А вот у меня такой вопрос. Что, в этой коллекции в основном только авангардное искусство? Да, то, что вы называете авангардное, именно такое искусство в нем только есть. Именно послевоенное наше авангардное искусство. Почему? Ну, понимаете, эта коллекция, это как бы жизнь, прожитая с этими художниками. Там нет, практически нет купленных работ. То есть, во всяком случае, купленных у художников работ вообще нет. Это работа, которая была подарена мне моими друзьями. Вы ходили в какую-то организацию к властям с просьбой о разрешении о какой-либо выставке? Ну, пускай там в Бице, в Коньково. Ходили? Нет, сначала под крышей. Я лично не ходила, но я знаю, что ходили. Дело в том, что ведь переговоры с начальством шли довольно долго об этой выставке. Просили, чтобы разрешили. Раньше выставки устраивали в клубах. В 1967 году был скандал большой на шоссе энтузиастов. Выставка в клубе «Дружба». Когда выставка существовала, там полчаса, потом погасили свет. После этого там американское телевидение включило свое освещение, но все равно все закрыли. Осветили своими прожекторами. У них автобус подошел. Они своими прожекторами, своей осветительной аппаратурой осветили все залы. Тут же моментально, поэтому это почти не прекращалось. Это они минут через 10 выключили свет. Сказали, что по техническим причинам все закрывается. А было много дипломатов, выгонять их вроде было неловко. И как-то так вот. По техническим причинам свет погас у нас. А тут американцы врубили свет. Но все равно всем стали говорить, что нужно немедленно уходить, потому что может быть пожар. И что там? Ну, всем стали, кто что приводил какие-то. Отказали. Значит, не под крышей, где-нибудь на сверху. Под голубым небом. Да, под открытым небом. Так. Тоже запретить не могли, но не рекомендовали. А давайте посмотрим, что в это самое время происходило в официальном искусстве. Выставку произведений членов Академии художеств СССР посетили руководители партии и правительства. Выдающиеся события в истории нашей Родины, пафос революции, отражены в произведениях крупнейших мастеров изобразительного искусства. Работа академиков воссоздают яркие образы советских людей, рассказывают о многогранной жизни страны. Экспонированные на выставке произведения свидетельствуют о высоком мастерстве их создателей, многообразии художественных школ и творческих почерков. Дав высокую оценку экспозиции, член политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК партии Суслов подчеркнул, что произведения академиков воодушевляют и одухотворяют человека, имеют огромную воспитательную силу. Скажите, а вы, конечно, то есть, почему, конечно, может быть, вы являлись кто-то из вас членом Союза, да, тогда? Нет. Нет, никто из 24-х. И еще вопрос, в то время, насколько я помню, купить краски, кисти, это почти невозможно. Какие-то магазинчики были, подвальчики, да, только члены Союза могли приобрести что-то. Это так было? Нет, это не проблема. Мне вулок покупал много, да, очень много. То есть, у нас же были связи с большими, с друзьями, которые были члены Мосха. А я вообще прекрасно решила эту проблему. Мне не нужны были ни кисти, ни краски. Я покупала свои краски в автомобильных лавках. Банки с нейтролаком. Кисти мне тоже были не нужны, потому что я поливала прямо-таки или из баночки, или из какого-нибудь такого ковшика. Если мне что-то надо было поправить, мне достаточно было взять любую палочку. Или просто наклонить. И все. Да, ей легче было. Удобненько. Ну что, вернемся, значит, к нашим бульдозерам. Ну, я, например, совершенно уверена, что бульдозерная выставка была нам... Вот я так думаю, вы говорили, что это как бы так случилось спонтанно. А я думаю, что мы хотели выйти и показаться для того, чтобы заявить, что мы есть, чтобы нас не могли прищелкать по одиночке. Чтобы нас перестали мучить каждого отдельно. Чтобы нас перестали запугивать. Что вот мы все вместе, нас много, и будет шум, если вы нас тронете. И все-таки я возвращаюсь к мысли о детях. Это всегда приятно. А значит, маленькие девочки, близняшки, вы собирались на эту выставку. Но все-таки не промелькнула маленькая-маленькая мысль такая. Что опасно? Искорка, да, что... Ой, маленькие девочки. А завтра, да неизвестно что. Неважно, пустырь, центр, ох, эти комитетчики. Ах, это милиция. Не было таких мыслей, да, и девочки маленькие. Таких мыслей у меня не было. Скорее наоборот, я считаю, что эта выставка защитила моих же детей. Каким образом? Потому что я не собиралась менять эти амплуаи. Я собиралась продолжать быть художником, продолжать, в общем-то, свое призвание. Продолжать писать то, что я хочу. И мне надо было как-то защитить себя. А и также их. Потому что, вообще-то говоря, в то время детей заводить, я так считала, что это даже немного опасно как-то. Вот мне казалось, что, может быть, попозже. Но вот раз уж они... Было приятно. Да. Раз уж они появились, надо их защитить таким образом. Я не собиралась бросать живопись, например, идти куда-то работать, и тихо сидеть, и все. Я собиралась продолжать. А вы были в тот день в Беляево? Конечно, было. Что вам запомнилось там? Что запомнилось? Отдельные эпизоды? Да. Ну, как Женя Рухина тащили за ноги, он держал, когда его забирали, он держал руки вот так сложенные сзади, чтобы не сказали, что он сопротивляется властям. Его тащили лицом по грязи. Угу. Пока до машины, до ментовской не дотащили. У него вся щека была с ссадиных, царапины были. И все, потому что он не убирал руки. А то он скажет, что сопротивляется властям. Ему сразу уголовная статья будет. И более двухметрового роста. Да, он почти, да, метр девяносто восемь росту был. Угу. Такой красивый. Это все происходило в течение... Двадцати где-то минут. Двадцати минут, когда танки на вас идут в виде бульдозеров. Угу. Это все мгновенно делалось. Первая же группа, как пришли, они только стали разворачивать картину. То есть успеваешь открыть картину, только начинаешь разворачивать, видишь, на тебя лезут люди. Там молодчики, они отцепили нас, окружили. Ругались, там что-то кричали. Ну, там гоняли нас. Какие-то посадки. Мы вырывали фотоаппарат, и кто-то нас щелкал, там, по-моему, Сычев щелкал. Он ехал в Париж, все живет. И там у него большой альбом вышел. Эй, начальник! Эй, начальник! Эй, начальник! Там наверняка провоцировали, да, на сопротивление, на драку, чтобы потом... Провоцировали, но драку я, в принципе, видел только одну там, серьезную. Когда местный работяга из соседнего дома шел, срезая пустырь, у него в одной руке была авоська с молоком, с пакетами молоком, а во второй с пивом авоська. Его, видимо, сказали, что нельзя, он сперва молоком отмахивался, а потом стал авоськой с пивом. Все бутылки и молоко, все растеклось, было разбито через тех, которые его хватали. Но ведь вся милиция была в штатском. Вот Рухин, когда его привезли в отделение, он утащил со стенки, сумел снять приказ о том, что вот два или три, я уже точно не помню, отделения соседней милиции должны явиться в этот день в штатском. Это было воскресенье, что они должны явиться с утра в воскресенье в штатском. И только трое на автомашине в форме, а все остальные в полном составе должны явиться на работу в штатском. И вот они-то и были, они были за рулями бульдозеров, они были. Потому что бульдозеры, как потом выяснилось, угнали просто в соседней стройке два бульдозера. Может, три, может, больше. Три бульдозера и две поливалки и грузовая машина с сучками с этими. Что, вас поливали из брансбойда? Да, конечно, естественно. Ну, не именно вот такой вот шланг, а есть такие машины, которые такую струю пускают. Не распыляющая, а направляющая струя. Совершенно, да. И они вот ездили вот так вот. Причем они как-то странно, не поливали вроде бы землю, а они поливали народ. Все были в штатском. Вроде как кто-то там выступал как представитель власти, но себя никто не называл. Нельзя и все. Здесь сейчас будут проводиться работы, будут озеленения. Вот дело сейчас будут сажать кусты, какие-то там деревца какие-то будут сажать. Потом вдруг пришел грузовик, битком набитый совковыми лопатами. Почему совковыми лопатами? Ну, видимо, другого у них не попалось. Там была лопатка, не знаю, ну на тысячу человек, наверное, торчали лопаты из грузовика. Вертикально такой был забитый. Может, они хотели вас как-то организованно присоединить к изделению города? Потом пришел грузовик, в котором саженцы торчали. Там были тоже вот так вот, ну на расстоянии примерно такого, саженцы там с обмотанными корнями, как полагается. Но их никто не доставал ничего. Потом вот, значит, после этого уже появились бульдозеры. Скажите, пожалуйста, кто-то сопротивлялся, была потасовка? Конечно. Да? Конечно, художники сопротивлялись. Старались все равно поставить картины. Но когда бульдозер тебя уже подбирает, и ты уже... Рабин был на ноже. И он вообще на нож. Рабин был на ноже бульдозера. И он просто бульдозер тащил, он так вот крутился на этом ноже. И мы могли вообще третать ноги. Чуть-чуть он бросился на бульдозера. Нет, сам бульдозер подъехал, он стоял. Он стоял. А бульдозер его подрезал, и он упал, и ты стал его тащить. Он не отошел. Когда Аскар схватился за нож бульдозера и стал коленями на землю, и тот продолжал двигаться, тут подбежал Сашка, сын стал рядом с ним, фактически спасли их КГБшники, которые подскочили, скрутили им руки и утащили их. Арестовали. Потому что, если бы еще минута, то, может быть, они могли под нож попасть. Потому что бульдозерист, по-моему, в азарт у него появился какой-то, но тоже в милиции сидело там. Там один бульдозер после этого завяз в грязи, и вообще его не вытащили, он так там и пропал. Потому что они просто угнали с соседней стройки бульдозера. Заранее бульдозером они не готовились. Они, собственно говоря, тоже думали, наверное, что схватки такой не будет, что соберется какая-то небольшая группа художников. Но, во-первых, полно собралось. Они сами, они приостановили движение по профсоюзной, автобус стали не пропускать все. Там из автобуса выходил народ, все шли смотреть, что дают. И из соседних домов. Здесь рядом дипломатический дом. Когда там уже толпа стала большой слишком, много местных жителей, и все. Тут они поняли, что они как-то завязли в этой истории. Вместо небольшой группы художников и там небольшого количества зрителей, оказалось, местных полно, которые ведут себя совсем не так тихо, как художники. Ему говорят, здесь нельзя, он говорит, а ты кто такой, я здесь живу. Я как сейчас, я помню очень хорошо одну сцену, которым я до сих пор просто содрогаюсь. Какой-то человек, инвалид, на маленькой колясочке, без ног. Идет впереди, за ним бульдозер, причем догоняет и как бы вот-вот-вот-вот прямо наедет. А он старается уйти и не может. Тогда Леша Тяпушкин, который был герой Советского Союза, он в штрафбате истребителей танков был на фронте. И он сразу схватил по камню и пошел навстречу бульдозеру. Потом он кинул камень, по-моему, даже стекло разбил, точно это я как-то прошло мимо, не помню. Но он скачал на подножку и бульдозериста буквально вышвырнул оттуда, тут испугался и выключил мотор у бульдозера. Тут его связали, он был первый арестованный и привели в милицию. Он не был участником, он был гостем, его просто пригласили, он художник. Да, Тяпушкин покойник, царство его небесное, хороший художник, но он действительно герой Советского Союза. Многие попали и под бульдозеры. Да, конечно. Вот, кстати, вот наша героиня, да, эта картина. Ее кинули просто, ну как там, вот самосвал брось, а вся в грязи была. Да. Но не все картины выдерживают после этого, что можно было ее привести во врагу. Через три дня ее вернули, но отмыли, вот сейчас она... Но она выжила, да? В коллекции Талочкина. То есть можно сказать, что это было второе рождение. Простите, а кто спас вот нашу сегодняшнюю героиню? Как она попала к вам? Нет, ну, Жарких за день до выставки зашел. Он из Питера приехал, у него работы с собой не было. Он зашел, эта работа была уже у меня в коллекции, мне ее подарил еще в 72-м, когда было написано. И взял ее, чтобы показать на этой выставке. И, значит, потом она там была среди конфискованных работ. Вот там далеко не все работы были конфискованы. Потому что некоторые увидели, что там отнимают работы, все, быстро ушли. Уже потом, когда никто уже ничего не показывал, все равно отнимали. Если кто-то что-то держал в руках, то это отнимали. А как живет сейчас, кстати, автор этой картины? Автор живет во Франции, живет средненько. Он даже не в Париже, он сейчас где-то в провинции. Не писал давно уже, не знаю, лет пять от него писем не было. Я так довольно регулярную переписку поддерживаю со всеми уехавшими. Кстати, да-да-да, несколько слов. Вот много уехали, да, людей? Все. Почти все. Почти все? Не совсем. Нет, ну кто остался? Здесь остался вот трое сидят. И еще кто? Ну, Немухин остался, но он, в большей части, живет в Германии, то здесь. Но это уже после перестройки, вот он уже стал ездить туда, стал жить в Германии. А так он остался здесь. А так он остался здесь. Нет, многие умерли уже с тех пор. Не стало Эльска, не стало Рухина. Да. Даже я уже не... Саша Рабин. Что? Саша Рабин, да, молодой совсем, сын Рабина. И все-таки как сложилась судьба большинства из них? Не очень удачно, да, не очень счастливо? Да это очень трудно сказать. Счастливо, несчастливо. Дело в том, что те, кто уезжал, смотря зачем люди ехали. Рабин, например, он уехал, его вынудили уехать просто. Его вынудили уехать отсюда, причем он поехал по частному приглашению ненадолго. Вот Жарких тоже, Жарких когда уезжал. Ему прямо говорили, что давайте, он говорит, я в Израиль не поеду, мне там делать нечего, я не еврей. Говорит, а зачем вам в Израиль, поезжайте куда вы хотите. Он говорит, ну визу же вы даете только в Израиль. Ну мы вам сделаем визу в Израиль, поедете в Европу жить. Он говорит, ну а как же это самое? Ну вот, поезжайте хотя бы в гости. В конце концов, в гости ему разрешили уехать, причем сказали так, что вы можете даже с собой вещи взять, не знаю, шкаф можете с собой взять, что угодно. Ну конечно, в гости со своим шкафом. Он говорит, ну пожалуйста, мы не возражаем, мы вам устроим это разрешение. Ну он, правда, шкафов никаких не брал, взял только картинки, немножко совсем у него было. Вот, и он поехал, он поехал, зная, что не вернется уже, жарких. И он написал, у него было приглашение поехать в ФРГ в гости на месяц, а в своем заявлении он написал, что прошу выпустить меня на постоянное место жительства. Он говорит, да, у вас же приглашение на месяц, вы потом останетесь там. Он говорит, нет, я, говорит, я знаю, что я не буду возвращаться, чего же я буду скрывать это? Я же, говорит, еду не по своему желанию, а по вашему. Да. Вот в вашей коллекции нет ни одной купленной работы. Как удалось вам это сделать? Нет, ну купленные были какие-то странные вещи. Допустим, я у старьевщика купил скульптуру Эрста Неизвестного. За рук 50. Которая у него пропала за 7 лет до этого. Ну там у него много скульптур пропало тогда. Он завез, первый раз у него была отливка сделана, он привез их в мастерскую. Сам ушел, дверь осталась не запертая. А дети собирали металлолом и весь этот грузовик перетащили в школу буквально. К себе только большие там такие, орфеи там, еще там какой-то космонавт остались, большие такие скульптуры тяжелые. А все остальное в семье, вообще они перетащили. Потом он вернулся, страшно испугался, но потом ему сказали, да вот здесь детишки металлолом собирали. Он пошел и вернул практически все, кроме двух маленьких вещей. Одна мне попалась на другом конце Москвы через 7 лет у старьевщика. Они на вас выходят? Ну это случайно было, мне там сказали, зайди, там такой подсвечник красивый. Я пришел, у него подсвечника нет, вдруг смотрю, лежит явно скульптура. Я не понял, что Эрнст неизвестный, но понял, что скульптура, я взял ее, смотри, старейший на меня как-то подозрительно смотрит. Я там взял сломанный кран от самовара, взял еще сломанную дверную ручку и говорю, вот эти вещи, все бронза. Он говорит, а это тебе зачем показывает? А я говорю, я вот здесь вот срежу и получается молоток для выколовки очень хороший. Тогда бы было понятно. Браво. А так он остороженный. Что человек покупает, непонятно что, зачем? А вам не кажется, что власти сделали вам неплохую рекламу, устроив это побоище, бесплатную рекламу? Не заказывали. Великолепная реклама. Между прочим. И что после этого? После этого мы добились выставку в Измайлово, была может быть самая интересная. Тоже на открытом воздухе, там уже было много художников. Да, молодежь. Молодежь подошла вся. Огромный выставок на 4 часа в Измайловском парке. А простите, через сколько это произошло времени? Через две, по-моему. Недели через две? Вот так сразу? Ну, треск был на западе колосса. А мы сказали, что мы снова выйдем. Ну, раз нам не позволили сказать. Еще раз выйдем. И выйдем в центры. Кому вы сказали это? Ну, это через прессу, может быть, через журналистов. Приходили, это несложно было. Все время пресс-конференции были в то время. Да, пресс-конференции. То есть что в пресс-конференции все журналисты слетались? Что мы выйдем? Так что это не проблема. Было ощущение, вы чувствовали себя героем, немножечко так приподнятом настроении? Было немножечко? Было, да? Эйфория? Да. Было, да? Обсуждали? Страшно было, потому что кто-то пострадал, кто-то уже сидел, арестованный, Эльская сидела, Саша. Ну, это все недолго. И брали подписку, потом забирали под видом милиции или там забирали под видом военкомата и так далее. И, в общем, разговаривали, как они говорят, называют, в штатском. Ну, это, конечно, неприятные ощущения. Там, мне вот так вот все торисло вообще. Я говорю, ну, что вы от меня хотите? Я вот рисую, я работаю. Я мешаю вам жить, что ли? Ну, вот вы знаете, какие вы картины пишете. Ну, в общем, там, я уже не помню, это долгий какой-то разговор, часа на два, на три. Это было два раза. Один раз военкомат, второй раз милицию. И, конечно, закрывали меня там. Вернее, закрывались мы вдвоем. И вот беседа была такая. Это человек из комитета господинства. Вы из Влада не отлупили? Да. Говорят, хорошо, еще да. Может, побить? А Ельскую-то убили, понимаете, на лестнице. Просто избили, и она умерла на следующий день. Это была история. Рабин может подтвердить. Да. Как раз после этого, по-моему, позже. Ну, вот, я думаю, что были более рьяные чиновники какие-то, знаете, как такое чиновник, рвение, что на Руси всегда было. Чем меньше чиновник, тем больше у него восторга. Кстати сказать, мы с удовольствием тогда услышали, помню, что те, которые нас поливали и хотели там как-то так зарыть, испачкать, они все полетели в своих мест. Да, там выгнали первую сектору. Оказалось, что они поступили не так, как надо. А как надо было? Это неизвестно. Наверное, надо было дождик вызвать. Ну, и как-то тихо это сделать. То есть шум-то был большой, и поэтому там здорово полетели головы. Они проиграли. Да, вот те люди, которые влезли, они проиграли. Государство, конечно, за них не заступилось после этого шума. А нам дали возможность выставиться свободно первый раз в Измайлова. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Видите, каждый человек на земле, каждую секунду, каждый свой миг, он либо созидает, либо разрушает. Это очень важно понять, что ты делаешь каждый свой миг на этой земле, где бы ты ни был. Но верю я, все кукольные битвы. Вдруг разум растопит Господнее вино. Ведь творчество возникло из молитвы. Да будет вновь молитва оно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»